Ольга Рузанова. Бывший муж. Глава первая. Стянув себя опостылившие за день узкую юбку и шелковую блузку, надеваю домашний халат и иду на кухню готовить мужу ужин. Суп или жаркое с телятиной. Заглянув в холодильник, решаю, что это будет суп, потому что в контейнере до сих пор хранится мясо двухдневной давности. Хотя суп этот, скорее всего, тоже никто есть не станет. Так уж повелось, что в последнее время муж появляется дома ближе к полуночи, сытым. Беру в руки звонящий телефон и, приняв вызов, прижимаю его к уху плечом. «Да, Ира, привет!» «Привет!» — отзывается она звонко. «Слушай, а ты где сейчас?» «Ира Просекина — моя приятельница и жена друга моего мужа. Всегда яркая, активная, громкая, с ней весело, но очень утомительно. Дома?» — говорю, выкладывая мясо на разделочную доску. «Где мне быть в среду вечером?» «Вот я и спрашиваю. Почему ты дома, а твой Руслан в ресторане?» Рука с ножом застывает в воздухе, а в грудь неожиданно сильно колет тревога. «В каком ресторане? Откуда ты знаешь? Ты его видела?» «В Булоне? Мы здесь день рождения свекрови отмечаем», — говорит Ира деловым тоном. «Твой муж на втором этаже в компании каких-то мужиков». «А, это, наверное, Избельска. Он инвестирует в их завод. Они вчера прилетели». «Отчитываюсь. С досадой понимаю, что банально перед ней оправдываюсь». «Маша! Сними тёлки!» Чувствую толчок в грудь. Такой сильный, что на мгновение в глазах темнеет. Горло стягивает спазмом, а по спине расползается озноб. «Какие тёлки, Ир! Это, наверное, Избельска!» Слышу в трубке тягостный вздох. «Маш, ты прости меня. Ты же знаешь, как я к этому отношусь». Её муж Олег изменяет ей на постоянной основе. Однажды они расстались на полгода, однако разлука его не исправила. Ира всё время проклинает его, но почему-то не уходит. «Одна из них рядом с Русланом сидит. Хочешь, я тебе фото пришлю?» «Нет, не надо. Это по работе». «Ладно, как хочешь. Я тебя предупредила». Ира отбивается, а я ещё долго прижимаю телефон к уху. С мяса розовая струйка бежит влага, достигает края столешницы и, капая на пол с высоты, забрызгивает мои ноги. Так, спокойно. Главное, без паники. Партнёры по бизнесу действительно прилетели вчера. Руслан задержался вечером, потому что встречал их из аэропорта. О том, что среди них были женщины, не упоминал, но ведь я и не спрашивала. «Сегодня должно было быть финальное обсуждение условий договора с юристами. Завтра – подписание самого договора. По какому поводу ресторан и почему он меня не предупредил? И главное, кто эта женщина?» Быстро облизав сухие губы, нахожу в истории звонков его номер и нажимаю на вызов. «Каждый гудок убивает сотню моих нервных клеток, а потом он просто сбрасывает. Впервые за почти четыре года, что мы вместе. Всё ещё не зная, что думать и как на это всё реагировать, я пишу Ире сообщение. Отправь фото». И почти одновременно с этим Руслан сам мне перезванивает. «Маша, звонила?» Его голос, негромкий, уверенный, полный достоинства, неожиданно успокаивает. «Руслан, да. Скажи, тебя ждать к ужину?» «Нет, сегодня никак. Мы с Бельскими в ресторане». От сердца сразу отлегает. Но место тревоги тут же занимает обида. «В ресторане? А почему ты меня не предупредил?» «Разве?» «Может, ты мимо ушей пропустила?» Так же спокойно спрашивает он. «Ты не говорил. Если бы сказал, я бы не стояла сейчас, как дура у плиты. Дома поговорим». Припечатывает он и отключается. «Что? Что происходит, чёрт возьми? Он никогда не говорил со мной так. Что изменилось?» Опустив взгляд на экран телефона, вижу, что от Иры пришло сообщение. Фотография из ресторана. С трудом сглотнув, открываю директ и жму на присланный файл. Снимок тёмный, но лица разглядеть можно. Из всех присутствующих я узнаю только Руслана и его зама Бронникова Женю. Девушку, сидящую рядом с моим мужем, я вижу впервые. Блондинка. Высокий отливающий глянцем хвост. Яркий макияж. Очень красивая. И пришли они, очевидно, вместе. Об этом свидетельствует рука Руслана, по-хозяйски лежавшая на спинке её стула. «Не верю. Я не верю. Разум твердит, что такое невозможно. А поселившийся в голове червь сомнения уже начал своё чёрное дело. Боже, пусть у него найдутся оправдания. Пожалуйста». Упав на стул, я обхватываю голову руками. Раскачиваясь вперёд-назад, пытаюсь собрать себя в кучу. Дышу полной грудью. Сознательно глушу в себе панику. «Паника – это последнее дело, Маруся», – говорил папа, когда учил меня плавать. «Поддавшись панике, ты перестаёшь здраво мыслить». «Верно. Папа, как всегда, прав». Умыв лицо холодной водой прямо на кухне, заставляю себя улыбнуться. «Это фото ничего не значит. Рука Руслана, лежащая на спинке соседнего стула, ни о чём не говорит. Ну, а Ира? Иру понять можно. С таким-то мужем, как у неё. Она из-за него мужикам не верит априори». «Фух». Решительно убрав мясо обратно в морозилку, выливаю воду из кастрюли, вытираю стол и пол, а после, заварив чай с сушёной земляникой, иду в гостиную. «В тишине мои шаги раздаются гулким эхом. Квартира огромна, в два этажа, больше двухсот квадратов, а обжитых комнат только три. Кухня, спальня и гостиная. Я не понимаю, зачем Руслан её купил. Она соответствует нашему статусу», — пресёк он тогда мои возмущения. «А мне она не нравится, и настроения обживать её нет совершенно. Я бы с удовольствием вернулась в нашу прежнюю квартиру, уютную двушку, но она, к сожалению, уже продана». «Усевшись с ногами в угол дивана, я включаю вечерний канал, новости. Листаю дальше. Ток-шоу, сериалы, снова шоу. Чёрт, не могу. Достаю телефон из-под диванной подушки и снова открываю то фото. Смотрю, пока перед глазами не начинает расплываться. Удивительно, как устроена наша психика. Мы легко верим в самое худшее. Крошечный намёк, брошенный кем-то косой взгляд, одно неосторожное слово плюс наша собственная фантазия, и вот мы уже готовы поверить в самое ужасное. Почему же так легко не вериться в хорошее? Почему мы склонны всё драматизировать? Не справляясь с волнением, я выключаю телевизор и направляюсь в душ. Но, глянув на часы, решаю принять ванну. Так быстрее время пройдёт. Лежу в воде, пока она не остывает. Погромко я разговариваю с папой. Он у меня доктор исторических наук, преподает студентам в вузе. Отвлекая меня от грустных мыслей, рассказывает о работе, жалуется, что на него снова повесили всех заочников. Потом я перебираюсь в спальню. Листаю новостную ленту в телефоне и сама не замечаю, как засыпаю. Просыпаюсь резко, как от толчка. За окном занимается рассвет, а в кровати я одна. В животе от страха образуется холод. Соскакиваю, зачем-то хватаю одежду, бросаю её обратно в кресло. Влетаю в тапочки и, зажав в руке телефон, выскакиваю из комнаты. Глава вторая Кубарем скатываюсь со второго этажа и останавливаюсь на пороге гостиной. Дома. Спит на диване под пледом. Стараясь двигаться бесшумно, крадусь к нему и вдруг вижу, что он проснулся. Смотрит на меня, сонно щурясь. «Привет!» «Почему здесь спишь?» Спрашиваю шепотом. Вернулся поздно, будить не хотел. «Я ждала тебя, потом уснула». Закинув руки за голову, Руслан проезжается по мне своим фирменным тяжёлым взглядом. Оголённые участки кожи тут вспыхивают огнём. Только он умеет так смотреть. Субтитры подогнал «Симон»